Откуда приехали массовая проверка водителей маршруток в Челябинске? Сотрудники ГИБДД сегодня работали в Ленинском районе. Искали мигрантов, которые незаконно занимаются перевозкой пассажиров. Заряд, заряд, 705. На приеме, Заря. Заря проверим по базе иностранного гражданина. Техосмотр где? Техосмотр в Борисе. Ну а куда торопитесь тогда? Куда торопитесь, я никуда не тороплюсь, я что-то сказал вам. За просроченный техосмотр водителю выписали штраф. У другой маршрутки обнаружили неисправность. Все недочеты необходимо было устранить на месте. Страховой полис, путевой лист, будьте добры. А что, долго нам на работу? Нет, недолго. Сейчас водителя проверим, документы поедете. Госномер совсем не читаемый, протереть необходимо. Устраняйте неисправность. Чтобы номера были читаемые, следить нужно за техническим состоянием. Также протирать необходимые задние стоп-сигналы и передние фары. По закону над территорией Челябинской области без гражданства могут работать только жители пяти стран. Казахстана, Абхазии, Кыргызстана, Южной Осетии и Белоруссии. Сотрудники госавтоинспекции выявляют нарушения в области миграционного законодательства. А также проверяют документы на право управления водителями транспортного средства. Операции по поимке нелегальных водителей проводятся в Челябинске постоянно. Сотрудники ГИБДД каждый раз выявляют нарушения. В подъезде, как в сауне, в ветхоаварийном доме в Коркино прорвало трубу отопления. Только местные власти не хотят разбираться с проблемой, а пытаются обязать жителей взять жилье на самоуправление. Есть ли шанс на устранение коммунальной катастрофы? Все подробности расскажем в сюжете. Продолжение следует...